Террористы из минометов обстреляли Луганскую ТЭС. Она расположена в городе Счастье. Как раз там работает мой коллега Андрей Лащ. Андрей, здравствуй. Что происходит сейчас? Да, Алексей, приблизительно час назад террористы обстреляли ТЭС. Загорелся трансформатор. Обесточен город Рубежный, частично Старобельск, в общем половина Луганской области. В целом, прошедший день, в счастье, снова не был тихим. Террористы продолжают обстрел города и прилегающих сел. Посмотрите и послушайте, какие эмоции каждый день вынуждены испытывать местные жители. Вот, гляди. Вот, вот. Смотри. Вот она дыра. Это вот скотчем тут залепили. Атаки боевики начинают как по графику. В начале пятого в шесть утра. А вот на крайнем блокпосту мины над головами солдат летают вообще круглосуточно. Боевики используют не только минометы, гранатометы, но и тяжелую артиллерию. Военные уже не удивляются, насколько оперативно террористов снабжают боеприпасами. Вот остались сюрпризы, как говорят. Это смен. Вот такие отрывают ноги, руки солдатами. Представляете, металл он слоится, разлетается. С шести ранку ехал БТР, который заехал до нас на подкрепление. Тоже это и ночью. И буквально четыре годины прошло, бляхали, они вертаются, пытаются, хлопцы, где лекарь. Террористы стреляют по жилым кварталам и по мирным людям. Пытаются дискредитировать бойцов батальона Айдар. Мол, военные стреляют сами по себе или еще хуже, убивают жителей. Но бойцы говорят, здесь работает снайпер. Обратите внимание, вот буквально через сто метров находятся жилые дома. И на верхних этажах жилых домов иногда залетают пули большого калибра, потому что снайпер работает с двух сторон. И практически вот эта вся территория практически ежедневно накрывается снайпером. Алексей, накануне бойцы батальона Айдар на одном из блокпостов задержали Валерия Филиппова. Это депутат Луганского областного совета. Его взяли за публичные призывы к Путину о помощи. Один из его бывших работников, который сейчас доброволец Айдара, даже написал заявление в милицию. Ну а задержанного в Киев привезет лично комбат, чтобы избежать повторения горького опыта. Было задержание двух моих бойцов. Поэтому следующего я уже везу сам и предупреждаю. И так будет с каждым. Каждого буду отлавливать. Будут мои бойцы отлавливать. И будем привозить и сдавать. Леш, мы остаемся в Луганской области и следим за развитием событий. Ну вот такие вот новости из Луганской области. Поблагодарим Андрея Лаща за работу.